Уважаемые коллеги, всем добрый день, кто присутствует на совещании, рад всех приветствовать. У нас сегодня Дом РФ прибыл к нам с официальным визитом, можно сказать и так. Рад приветствовать всех с солидной делегацией ВГС Кириллом. Сейчас ему слово потом тоже передам, обязательно он сам расскажет, какие у них цели и задачи. От себя могу что добавить, что в последние годы фиксируем стабильный интерес к работе совместно с Дом РФ. Удалось добиться очень хороших успехов по итогам второго квартала. По объему сделок это у нас уже третий банк по всей нашей сети. Что гораздо более важно, что банк является не просто банком, а по сути институтом развития рынка недвижимости России. И мы видим, как очень много делается именно новых программ, новых каких-то процессов. Активные банки в Эскроу участвуют, сознают, что это порядка больше 20% доли Эскроу России на сегодня это Дом РФ. И это второй банк после Сбербанка получается в этом вопросе. Мы видим, как банк в последние годы развернулся в сторону сотрудничества с агентствами недвижимости. Потому что раньше, ну что вы, Рехат, еще три года назад, четыре такого не было. Сейчас это произошло, нам это очень приятно. Мы видим по всей территории России, от Дальнего Востока до Калининграда, максимальную вовлеченность. Интерес со стороны циков. Мы не сразу же в это поверили, прямо скажу, мы какое-то время думали, что может быть временная история. Но сейчас это уже очевидно, что нет, есть уже серьезные результаты. Объем сделок там уже сотнями проходит, что называется. Вот, и я думаю, что в следующем году мы все-таки надеемся выйти на то, что по квартально это будет тысячи. Мы такую цель себе ставим, чтобы у нас совершенно другой объем был. Вот, я могу сказать, что прекрасное взаимодействие, решаются все вопросы. Если раньше Банк Дом РФ считался, что там что-то долго происходит, то сейчас это быстро, хороший уровень одобрения. Правда, пока только по первичке. Вот, мы надеемся, что это исправится ситуация. Ну, если честно, посмотрели сейчас по вторичке, там 36%, ну, может быть, это мало. Интересно, кстати, узнать, там будет ли что-то меняться. Да, вот. Далее, мы как компания в целом еще видим, как Дом РФ активно взаимодействует и по загородной недвижимости, именно по новостройкам всегда самые лучшие ставки. Одни из самых лучших, наверное, более корректно сказать. А в некоторых программах самые лучшие. Сейчас матрица, когда можно и докупить ставки, то есть тоже пользуется популярностью. Правда, сейчас она чуть дороже стала, да, я там посмотрел. Вы тоже, наверное, расскажете. Вот, в целом, самые благоприятные впечатления. Считаем, что нельзя не отметить то, что мы работаем по агентской схеме на сегодня компания. Во всех городах нашей сети, по сути, это такой совместный ипотечный продукт. То есть нам разрешили выйти за рамки агентства недвижимости, стать полноценным партнером, можно сказать, в ипотеке. Вот, мы там несем определенную ответственность и в целом компания это устраивает. Вот, риелторы по всей нашей сети имеют возможность, по сути, иметь дополнительный доход, что я считаю тоже очень важно. Вот, и ставки, они на самом конкурентном уровне. По итогам, я надеюсь, уже третьего квартала мы там, так считаем, будем на максимальном уровне выходить. И это тоже, естественно, я могу официально сказать, что мы очень правильно будем делиться это внутри сети с риелторами. Вот, это абсолютно верно. Ну, и, наверное, в заключении вступительного слова хотел, чтобы у нас прошел максимально открытый диалог, чтобы мы рассказали о всех там, допустим, точках роста друг к другу, что нам предстоит, как предстоит. В итоге должен выиграть клиент, потому что мы считаем, вся наша работа, она для клиента, для того, чтобы все это было быстро. У нас, кстати, отличная онлайн-взаимосвязь, мы очень сильно интегрировались, раньше тоже такого не было. Сейчас вот это сложно проверить, но у нас сейчас там, если все правильно произойдет, там Дом РФ вообще будет самой маленькой числонки, по большому счету, да. Тоже в онлайне, мы все это уже на сайте происходит, в приложении, то есть в ногу со временем идем. Поэтому большое спасибо за сотрудничество, большое спасибо, что лично к нам в Сибирь прилетели. Пообщаемся сейчас. У нас вечером, я думаю, тоже обширная программа предстоит. Вот поэтому, Кирилл, пожалуйста, вам слово. Да, спасибо большое. Всех приветствовать, всех приветствовать, кто с нами в онлайне. С кем-то знакомы, с кем-то нет, поэтому представлюсь. Меня зовут Варенцов Кирилл, я директор под отделением управления продажами. Отвечаем мы за розничный бизнес, за продажи розничных продуктов банка и за всю сеть отделений банка. Я, соответственно, в ответ хочу сказать, что компания «Этажи» наш стратегический партнер. Мы подтверждаем, что мы активно будем развиваться в этом направлении. Первичный бизнес у нас построен, наверное, где-то лучше с точки зрения уровня одобрения и с точки зрения качества сервисов. Но со вторичным рынком мы тоже активно будем работать. Мы, на самом деле, наша цель, мне кажется, мы в целом смотрим на группу компании «Этажи». Вот мое личное мнение, что «Этажи» меняет рынок недвижимости, меняет особенно рынок вторичной недвижимости, именно вводя его в белую зону, вводя его в прозрачную, понятную сервисную историю. Мы, соответственно, хотим в этом активно участвовать. Безусловно, банк «Дом.РФ» принадлежит группе компании «Дом.РФ» и «Института развития». Поэтому у нас там впереди, на самом деле, большие планы. Мы о чем-то сейчас расскажем, что-то еще будем держать пока в секрете, соответственно, чтобы повышенное ожидание было, соответственно. Мы будем развивать и сервисы, которые у нас есть. Мы будем развивать, соответственно, направление, которое мы с вами продвигаем. Это позволяет нам, в первую очередь, увеличить зону покрытия продуктами банка по территории России. Безусловно, мы хотим видеть риэлторов полноценными участниками этого рынка. Безусловно, мы хотим видеть, чтобы риэлторы пользовались нашим сервисом, предлагали нас на рынке, предлагали нас клиентам, соответственно, были уверены в нас, были уверены в том, что услуги, которые мы предлагаем, будут качественные, и все наши совместные клиенты будут счастливы. Мы, на самом деле, во вторичке, наверное, там предстоит еще много чего сделать. Да, безусловно, у нас есть и скидки, которые может докупить клиент. У нас есть сервисы по электронной регистрации, которые у нас тоже развиваются, но есть у группы компании тоже собственные. И мы, кстати, совместно, да, вот стоит отметить, мы провели первую сделку по электронной регистрации, да, совместной. Тоже там впереди, да, у нас, соответственно, развитие. Поэтому задач много. Мы хотим, чтобы эти задачи решались, решались максимально открыто. Мы, на самом деле, готовы слушать, слышать, стараться, соответственно, меняться, менять наши условия. Поэтому будем стараться. Эльдар сказал, что мы все быстро делаем, будем стараться все быстро делать. Безусловно, мы не всесильные, но уверен, что мы большинство задач сможем осилить, сможем это сделать достаточно быстро. Действительно, группа компании «Этажет» стоит отметить, там, буквально, я не знаю, в горизонте несколько месяцев вошла в топ наших партнеров, и уже, не знаю, в топ-2 уже, да? Мы хотели это отметить, вот мы там, я не знаю, по окончанию или сразу. Ну, да, наверное, по окончанию. Или по окончанию, да, там вот. Может, вовремя уже топ-1 будет. Я сомневаюсь, все, да. Только если вот, да, топ-1 и лидер из лидеров. Поэтому впереди большая работа. Вот отлично, что вот такое совещание собрали, что мы можем поучаствовать, соответственно, услышать прямую речь, готовы там открыто поговорить. Я считаю, что вот таких мероприятий нам нужно проводить чаще, да, выбрать, на самом деле, ритмичность таких мероприятий, потому что именно там обратная связь, именно общение, оно позволяет, соответственно, выводить качество работ на новый уровень. Мы даже вот внутри банка иногда мало общаемся, именно лично, да. Поэтому у нас вот на самом деле с прошлого года там большой проект, когда мы собираем дирекции очно, собираем всю сеть очно, соответственно, привозим, знакомим. У нас, если вы знаете же, большой бэк-офис работает, да, вот сегодня, придя в ваш центральный офис, он мне напомнил наш бэк-офис. Это тоже несколько этажей в городе Воронеж. Везде люди, люди все время, движение, движение. Ты понимаешь, что все время что-то происходит, это здорово. И офисы зачастую незнакомы только по телефону. И вот сейчас у нас новое там направление, что наши сотрудники центров ипотечного кредитования едут в Воронеж, очень ознакомятся, общаются, обмениваются опытами и обмениваются проблематикой, которую нужно устранить на уровне бэк-офиса, на уровне филиалов. Вот и с вами хотим построить такой же диалог, максимально открытый, максимально, соответственно, честный и стараться там быстро друг другу помогать в достижении наших результатов и наших, выполнению наших ТИП. Вот у меня, наверное, все. Спасибо.